Да, да. Да, да. Приветствую вас, драгоценные мои, в эфире. Я Максим Максимов. Надеюсь, у вас все хорошо, хорошее настроение, радость, жизнь. А если нет, то присоединяйтесь к нам. Сегодня у вас будет хорошее настроение, будет много радости и много жизни. Слава Господу Иисусу Христу, драгоценные мои. Любовь Божия да наполняет вас, да открывается окна небесные над вами, да изольет Господь благословение на вас до избытка. Аллилуйя. Иисусу слава, хвала Творцу. Господь создал нас и Господь сотворил все прекрасно. И Он направляет нас на пути свои, вразумляет, учит нас, поддерживает нас. Господь влечет нас, Господь привлекает нас. И мы хотим хвалить Его и славить Его Святое Имя. Приветствую всех участников Дома Веры, кто смотрит меня через Дом Веры. Мир вам драгоценный. Мир вам и благодать да умножится. Приветствую всех тех, кто смотрит меня через сайт домвера.ру. Кстати, вы можете подключиться сейчас к сайту, если вы через спутник смотрите. И можете подключиться через интернет, сайт домвера.ру. Подсоединитесь и смотрите нас через Дом Веры. Если вы подсоединитесь через Дом Веры, вы сможете, дорогие мои, вы сможете писать мне вопросы. Вообще хорошо, если вы сможете писать комментарии, вопросы. Для меня это будет очень приятно, если вы это сделаете. Приветствую всех жителей Дома Веры, кто сейчас меня смотрит. Мир вам, дорогие мои. Мир вам, драгоценные мои. Пусть Бог благословит вас. Дорожу вами, ценю. Вы знаете, уже как у нас какое-то общение с вами сложилось. Может быть виртуальное, но все-таки общение. И у нас есть уже какие-то свои, какие-то общие интересы. Мы узнаем уже настроение друг друга. Хотя мы физически не встречались. Из разных стран люди присоединяются. Но у нас есть уже какой-то контакт. Есть какие-то общие точки соприкосновения. Даже так могу сказать, что у нас есть какие-то общие точки. И мы вместе переписываемся, общаемся, говорим на разные темы, молимся друг за другом. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ну что ж, Казахстану. Казахстану я хочу сказать. Поздравляю вас с праздником весны. Весна пришла. Пусть Бог благословит вас. Пускай Бог благословит Казахстан. Благословит президента. Благословит нашу страну. Пускай Бог даст мудрости правителям. И пускай любовь Божья будет на этой земле. И вообще все страны Средней Азии, где сейчас празднуется Наврыс или Наурыс. У нас называется Наврыс. У кого-то Навруз. Не имеет значения, как называется. Праздник весны. Поздравляю вас с праздником весны. Всех-всех-всех. Пусть Бог благословит вас. Пускай весна всегда будет вашим сердцем. Пускай в вашей жизни всегда-всегда будет весна. И хорошее настроение, и радость, и жизнь, и все особенное. Пускай Бог благословит вас, дорогие мои. Благословляю, чтобы в Казахстане было много церквей, много верующих. Чтобы люди открылись для Господа. Чтобы слава Божья наполняла вас. Благословляю. Аминь. Скоро у нас Пасха. 5 апреля у нас будет Пасха. Пасхальное служение. Дорогие мои, я приглашаю вас присоединиться к нашей Пасхе. И мы будем вместе вспоминать о страдании Иисуса Христа. Знаете, на Пасху у нас есть традиция. Мы приносим пасхальное семя. Специальная жертва, которую мы откладываем в течение нескольких месяцев. И мы готовимся к пасхальному семени. И мы сеем семя воскресенья. В Алма-Ате, по Казахстану. Мы сеем семена воскресенья. Мы жертвуем для Господа. Мы жертвуем, чтобы Царство Божие расширялось. Поэтому я вдохновляю. Вдохновляю все церкви. Вдохновляю вас присоединиться к этому семени. Если у тебя, ты ожидаешь чуда. Если ты хочешь, чтобы что-то произошло. Если ты хочешь сказать Богу спасибо, благодарность выразить. Если ты хочешь сказать, Господь, спасибо за то, что ты пришел на землю. Умер и воскрес. Выразить благодарность. Это не покупка спасения. Нет. Спасение даром. То 5 апреля ты можешь сделать особенный дар. И я буду очень рад, если вы сможете поддержать и сделать этот дар. Наша семья делает этот дар. Вообще мы делаем эти особенные дары постоянно. И каждую Пасху мы делаем супер особенный дар. Поэтому у нас Пасха будет буквально через 10 дней. И буду рад, если вы присоединитесь к пасхальному семени. Специальная жертва семени воскресения. Аминь, аминь, аминь. Нам нужно выставить свидетельство. Я прошу Андрея, чтобы он записал свидетельство людей о пасхальном семени. Андрей, запишите в задание. И мы будем про это говорить. Хорошо. Теперь мы собираем на камеру. Я не знаю, что у нас там, но сейчас выведут на экран. И у нас выходит, что мы собираем на камеру. И мы уже собрали. Ага, у нас цифра подтянулась, возросла. Слава Господу. Итак, мы собрали на камеру 1860 долларов. Плюс еще 200 долларов в Кустана. Еще оттуда, оттуда. Другими словами, уже где-то 2500 долларов собрали. Люди пересылают не через вот эту систему, а через другие счета, на счета и так далее. Большое спасибо. Пусть Бог благословит вас. Если вы хотите, пройдите на этот сайт gofundme.com.od3.org. Если вы хотите, пройдите и сделайте ваше приношение сейчас. Я буду благодарен. Я сразу это увижу. Пусть Бог благословит вас. Благодарю потихонечку, потихонечку мы поднимаемся и становимся, подтягиваемся, что мы сможем купить камеру. Не буду раньше времени дергаться и покупать камеру, еще что-то. Я просто сделаю, просто буду ждать. Просто буду ждать, когда эта сумма наберется. И когда она наберется, тогда мы с вами приобретем новую камеру. И у нас будет четыре камеры, и тогда мы сможем уже по несколько человек брать интервью. Хорошо. Ну что, давайте помолимся и прославим Господа. Аминь. Готовы ли мы умолиться, готовы ли ваше сердце? Давайте возблагодарим Господа Иисуса Христа. Возблагодарим Царя Царей. Возблагодарим Иисуса. Возблагодарим Бога нашего. Аллилуйя. Господь, поклоняемся Тебе, величаем Тебя. Славим Тебя, Бог Всемогущий. Хвала Тебе. Ты достоин чести. Ты достоин хвалы. Ты достоин благодарения и поклонения. Господь, Тебе величие. Тебе одному. Господь, мы величаем Тебя. Из наших сердец мы несем хвалу и поклоняемся Тебе. Наши уста открываются и благословляют Твое Святое Имя. Тебе, Господь, честь. Тебе слава. Тебе хвала. Тебе, Господь, одному. Аллилуйя. Слава Тебе, Царь Царей. Величаем Тебя, Господь. Славим Тебя. Славим Тебя. Хвала Тебе, Иисус Христос. Я поклоняюсь Тебе. Величие Тебе. Благодарение и поклонение. Аллилуйя. Господь, я прошу, благослови каждого человека. Да пребудет с Тобой Господь. Да направит Тебя Господь. Да поддержит Тебя Господь. Благословляю именем Иисуса Христа. Я прошу, Господь, открой окна небесные и злей от Духа Своего. Наполни сердца людей. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Шалом. Аминь. Слава Господу. Сейчас будем хвалить Господом. И если у вас есть желание, пожалуйста, пригласите ваших друзей. Если есть желание, поддержите нас и пожертвуйте на камеру, которую мы хотим приобрести. И пусть Бог благословит вас. Аминь. Я Максим Максимов. Приветствую вас с любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас важная тема. Я приглашаю всех присоединиться к Дому Веры. Наш сайт домверы.ру. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас во время прямого эфира. Вы можете задавать вопросы. И когда идет прямой эфир, можно задавать. Если, конечно, вы записи смотрите, то вы не сможете задать вопросы. Но если вы смотрите в прямом эфире, вы сможете через прямой эфир задать вопросы. Наш сайт домверы.ру. Это наша интернет-община. Такая живая и объемная. Я даже сейчас посмотрю, сколько человек сейчас там присоединилось к нам. Так. Я переключаюсь сюда. Пытаюсь переключиться легким движением руки. Ага, вот. Все пошло. Итак. Слава из Казахстана. Привет. Георгий из Нальчика. Мир Божий. Инесса из Бишкуля. Яна из Москвы. Господь, прошу, дай мне силу прощать. Аминь. Лариса из Израиля. Всегда, всегда, всегда прощать. Нуну из Греции. Аминь. Ольга из Караганды. Аллилуйя. Бог так любит нас. Пишет. Так. Яна из Москвы. Слава. Юлия из Улан-Удэ. Шалом всем. Юля, здравствуйте, дорогая. Приветствую вас с любовью Господа. Слава говорит Аминь. Анатолий из Алматы. Спасибо, пастор. Замечательно. Так. Из Лондона. Сестра, приветствую тебя. Так. Антон и Розы из Минхена, Германии. Гутен Абен, майнер фройнде. Гот загнад их. Александр из Каминогорска. Татьяна. Татьяна откуда-то. Откуда. Из Мизури, USA. Татьяна, приветствую вас. Так. Я вот смотрю. Алена Лидина. Не знаю, из какого города. У нее не написано, из какого города. Приветствую вас. Ольга из Караганды. Ну вот я всех, кого сейчас вижу. Джанаид из Калгари. Привет. Всех, кого вижу, кто пишет что-то. Я вот их пытаюсь озвучить. Пусть Бог благословит вас, драгоценные. Такая у нас большая, дружная семья. С Кировограда, Наташа, приветствую. Александр с Украины, Николаев. Приветствую вас. Виталий с Астаны, приветствую. Кировоград, приветствую. Всех, всех, всех. Я уже дальше не пойду, потому что так много сообщений. Просто валится, валится, валится. Светлана из Миннесоты. Приветствую тебя, Светлана. Прекрасное утро. Господь прибудет с вами. Аминь. Хорошо. Благословляем именем Господа. И, дорогие мои, сегодня у нас продолжение темы эффективной христианской жизни. Как быть эффективным? Что нужно сделать? Первый шаг, мы с вами говорили. Самое первое, это любить Господа всем сердцем. Мы говорили, что это, наверное, фундаментально. Не просто изображать, что ты любишь Бога. А любить Бога всем сердцем, всем разумением, всем естеством, всей сущностью своей. Всем, что у тебя есть. Любить Бога всем своим сознанием. Любить Бога. Это первая, фундаментальная истина, с чего начинается все. Все в христианской жизни с Бога. Если ты любишь Бога, все силы, разумением, крепостью, всем естеством, всем сознанием. Второе. Любить ближнего. Вот здесь проблема. Как тебя любить? Вот так. Любить. Любить ближнего своего. Это очень сильная, большая, емкая истина. Великая истина. Любить ближнего своего. Любить ближнего. О, как это потрясающе. Любить ближнего. Если вы любите ближнего, что-то происходит с вашей жизнью. Любить ближнего – это выражать Бога через свою жизнь по отношению к ближнему твоему. Это любить ближнего. Потом мы с вами говорили о пиявках и лягушках. Окружение влияет на нас. И у нас был пастор Вадим, и мы с вами очень четко говорили. Окружающий мир. Как быть успешными? Если ты себя окружаешь преступниками, ты научишься преступниками. Если ты себя окружаешь наркоманами, ты окажешься среди наркоманов. Ты окажешься с иглой в руке. Если ты себя окружаешь святыми, ты будешь святой. И вот мы читали псалом с первой, псалом сотой. Благословенный человек не ходит за советом, не ходит к нечестивым, не стоит на пути грешных. Не сидит в собрании развратителей. И мы псалом сотой читали. Не положу вещи непотребные и так далее, и так далее. Вы помните, читали в прошлый раз. И я еще несколько мест писаний не прочитал. Я бы хотел вам прочитать их вдогонку. И дальше мы будем говорить о силе, милосердии и благотворительности. Но давайте сейчас дочитаем. Притчи 22-24. Притчи 22-24. Притчи 22-24. Запоминайте это место. Не дружись с гневливым. Не сообщайся с человеком вспыльчивым. Психованным. Не дружись с гневливым. И не сообщайся с человеком вспыльчивым. Если среди ваших друзей такие психопаты или которые вот эмоционально нестабильные люди. Библия говорит, не дружись. Не дружи с человеком гневливым. Не дружи с человеком гневливым. Теперь, 25-й стих. Чтобы, почему не дружить? Чтобы не научиться путям его. И не навлечь петли на душу твою. Чтобы не научиться его путям. Когда ты с кем-то дружишь. Когда ты с кем-то ведешься. Худые сообщества разочищают добрые нравы. Потрясающе. 1 Коринфянам 15 глава 33 стих. Именно это написано. 1 Коринфянам 15.33. 1 Коринфянам 15.33. Написано. Не обманывайтесь. Ну хватит уже. Хватит тебе убеждать во всякой лжи. Не обманывайтесь. Худые сообщества разочищают 15.33. Добрые нравы. Твое воспитание будет разочищено. Теперь смотрите. Притча 13.21. Пожалуйста. Притча 13.21. Открываем. Притча 13.21. Общающийся с мудрым. Что? Общающийся с мудрым будет. Что? Мудр. Притча 13.21. А кто дружит с глупым, развратится. Кто дружит с глупым, развратится. Потрясающе. Общающийся с мудрым будет мудр. А кто дружит с глупым, развратится. Притча 13.22. Грешников, потому что грешников всегда преследует зло. А праведникам воздается добром. Доброе наставляет наследство и внукам. А богатство грешника собирается для праведного. Потрясающе. Итак, мы с вами говорили о том, что окружение двигается. Общающийся с мудрым будет мудр. 13.21. С кем вы общаетесь сегодня? С кем вы общаетесь сегодня? Грешников преследует зло. Вот так. Оказывается, 20 стиха. Кто общается с мудрым, будет мудр. Вот. Вот это потрясающее место. Общающийся с мудрым будет мудр. Вы научитесь мудрости во время общения. Аллилуйя. Проверьте вашу среду обитания. Проверьте вашу среду, с кем вы находитесь в общении. Я обращаюсь сейчас к вам, дорогие мои. Послушайте меня. С кем вы общаетесь? Кто твои подружки? Помните, как в той песне? Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Мои подружки, пиявки да лягушки. Мои подружки, ангелы и праведники. И Господь мой друг. Вот. Заменить окружение. Изменить окружение. Изменить окружение. Вы увидите огромнейшее благословение. Движемся дальше. Мы с вами как бы повтор сделали в предыдущих уроках. Движемся дальше. Теперь дошли до важного пункта. Милосердие. У меня вообще много пунктов разный. Но я ставлю этот пункт в следующем. Милосердие. Милосердие и добродетель. Милосердие и добродетель. В Библии Иисус очень четко говорит. Писание говорит, что мы получаем спасение даром. На Ефесином 2 глава. Здесь написаны потрясающие слова. Ефесином 2 глава. Стих 8. Ефесином 2.8. Благодатью вы спасены через веру. Исение от вас это Божий дар. Не от добрых дел, чтобы никто не хвалился. Вот так вот. Ефесином 2.8. Благодатью вы спасены. Мы спасены благодатью, не добрыми делами. Послушайте. Мы спасены благодатью, не добрыми делами. Мы спасены благодатью, не активностью религиозной, не милосердием. Многие люди пытаются компенсировать отсутствие отношений с Богом. И они пытаются купить спасение. Они пытаются сделать спасение частью своей жизни. Они пытаются сделать спасение как... Окей, мне нужно быть спасенным. Я что-нибудь добренькое сделаю. Нет! 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 Никакими делами вы не сможете. Не сможете получить спасение. Делами спасение не получают. Это не от дел, чтобы никто не хвалился. Чтобы никто не сказал. О, знаете, я вот такой добрый. Я как мать Тереза. И меня Бог сейчас спасет. Нет! Абсолютно! Ничего такого не произойдет. Ничего такого. Ни при каких... Даже если ты 10 церквей построил и всех голодных накормил. Если ты не принял Иисуса Христа, все это бесполезно. Мусор. Все это... Ну, хорошо, голодные поели. Церкви построили, там будут молиться. Тебе это не поможет. Спасение не от дел. Спасение от покаяния, общения, принятия Иисуса Христа. Когда ты открываешь свою жизнь и говоришь, Господи, войди в мою жизнь. Войди в мое сердце. Господи, войди в мою внутренность. Господи, войди в меня. Я отдаю свою жизнь Тебе. Аминь. Уловили? Спасение не от дел. Но опять ты скажешь, ну-ка, что добрые дела. И тут мы вспоминаем, что Иисус сказал. Будем читать много. Матфея 25 глава. Давайте быстренько открывайте. Матфея 25 глава. С 31 стиха. Притча. Когда же... Матфея 25, 31. Успели открыть? Матфея 25, 31. Давайте, давайте, давайте. Там кто у меня в лайфстриме. Когда же придет Сын Человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет он на престоле славы своей. И соберутся перед ним все народы. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит по правую сторону овец, а козлов по левую. Козлов налево. И тогда скажет царь тем, который по правой сторону от него. Придите, благословенный отца моего. Который наследует царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Ибо жаждал я, и вы напоили, был странником. И вы приняли меня. Был наг. И вы одели меня, был болен. Вы посетили меня, был в темнице. И вы пришли ко мне. Аллилуйя. Тогда праведники скажут, мол, господи. Когда мы видели тебя алчущим и накормили, жаждущим, напоили. Господи. Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагием, и одели. Когда это было? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет вам ответ. Говорю вам, так как вы сделали это одному. Из малых, из братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет тем, которые по левой стороне идите от меня. Проклятые в огонь вечный. Уготованы дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, вы напоили меня. И вы не напоили меня. Был странником, и вы не приняли. Был наг, и вы не одели меня. Боллили в темнице и не посетили меня. Тогда они скажут, господи. Когда мы видели тебя алчущим, жаждущим, странником, нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Он скажет в ответ. Истинно, истинно говорю вам. Так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут все и в муку вечную, и праведники в жизнь вечную. У некоторых людей, прочитая эту историю, складывается впечатление, что теперь, когда ты кого-то накормил, одел и так далее, тебе уготована жизнь вечная. В действительности, жизнь вечная уготована всем тем, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце. Теперь, если ты не принялся за Христа, сколько бы ты ни одел ноги, их не поможет. Некоторые начинают смотреть на это местописание и говорят, ой, так это всего лишь нужно накормить, напоить, одеть и все, и мне жизнь вечная. Нет. Вход в Царство Небесное, как мы читали, не одел. Но, когда мы говорим о том, что если ты вообще не делаешь никакого милосердия, если ты вообще не милосерден, если ты не поддерживаешь, вопрос, а живет ли в тебе Бог. Потому что, если ты, если Бог живет в твоем сердце, то ты будешь милосердным. Если Бог не живет в твоем сердце, ты не будешь милосердным. Это однозначная, однозначная позиция. Ты будешь милосердным, если Господь живет в твоем же сердце. Ты не будешь милосердным, ты не милосердный, если Господь не живет в твоем сердце. Как реакция отношений с Богом. Если ты не любишь, то у тебя нет любви Божьей. Ты не познал Бога и не любишь Бога. Любящий, кто любит Бога, тот любит людей. Это как бы взаимосвязь. Поэтому, когда многие говорят, ну видишь, Иисусу все что нужно сделать, чтобы я милосердие сделал. Не-не-не, Иисусу нужно, чтобы в твоем сердце была любовь. Но когда мы говорим о милосердии, смотрите, что интересно. Мы опять вернемся Ефесианам 2 глава. Откройте Ефесианам 2 глава. Помните, мы читали, где написано, что это не от дел, чтобы никто не хвалился? Не от дел, чтобы никто не хвалился. Но там же сразу же написано. Давайте снова вернемся. Ефесианам 2 глава, 8 стих. Вы благодатью, благодать это незаслуженный дар, спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар. Это не от вас, это Божий дар. Благодатью вы спасены. И не от дел, чтобы никто не хвалился, чтобы никто не смел сказать, что я делал добрые дела. Но теперь смотрите, следующий стих. Некоторые говорят, о, нам не нужно делать добрые дела. Не помогает. Нет, 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 нет. Смотрите, следующий стих. Ибо мы его творение, ты модель, созданная Богом. Созданная во Христе Иисусе, мы созданы, предназначены на что? Мы предназначены, вот здесь написано на что? На добрые дела, которые Бог что попросил нас? Бог попросил или предназначил? Бог предназначил. Другими словами, когда вы созданы во Христе Иисусе, вы созданы не просто лежать и загорать в утопическом раю, в утопической стране, Эльдораду. Отдыхай, веселись. Нет, вы созданы на добрые дела. Бог спас тебя, избавил и создал тебя. Машина создана не для того, чтобы красоваться на обложках журналов, а чтобы ездить. Машина создана, чтобы возить людей. Если она не возит людей, а зачем она нужна? Хоть даже если машина будет на обложке журнала, это нормально, но когда мы говорим цель машины, не красоваться на обложке, а чтобы перевозить людей из точку А в точку Б. Когда мы говорим о зачем создали, Бог создал человеком, тебя, на добрые дела. Смотрите, как здесь написано очень четко. На добрые. Мы его творения созданы. Наша модель создана во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог не попросил, не рекомендовал, не вдохновил. Он пред-на-зна-чил, пред-на-зна-чил. Он пред-на-зна-чил вам исполнять. Я подумаю, получится у меня что-нибудь добренькое возделать. Нет, это не вопрос подумать. Давайте обсудим. Будем ли мы добро делать? Он тебя не вдохновляет обсудить, надо ли тебе заниматься. Нет. Он тебя предназначил. У нас в церкви есть отдел милосердия. Стой, стой, стой. Причем тут отдел милосердия и твои добрые дела? Не путайте, пожалуйста. Не путайте. Дорогие мои, не путайте. Когда мы говорим о добрых делах и о милосердии, это две вещи, которые Бог предназначил. Он предназначил вам этим заниматься. Помните, когда сила в добрых делах есть? Когда Каин решил сделать зло. Вот Каин решил сделать зло. Давайте откроем Библию. Каин решил сделать зло в самом начале Библии. И когда мне такая потрясающая Библия, мои друзья подарили мне такую большую, тяжелую Библию. И здесь вот эта история. Четвертая глава. Откройте, пожалуйста. Четвертая глава Бытие. Самое начало Библии. Первая книга. И здесь написано, что Каин и Авель принесли жертву. Сделали доброе дело. Бог призрел на жертву Авеля. Понравился. Он не отверг Каина. Стоп. Не подумайте, что Бог отверг. Я отвергаю тебя. Он не принял ее. Ну, не принял все. Не призрел. Каин сильно огорчился. Написано. А на Каина, дар его пятый стих. Четвертая глава, пятый стих. Не призрел Господь. Но огорчился. Поникло лицо его. Такой ходит. Рожа такая. Че это я? Ну, что я? Саша, брат. А он чего? И сказал Господь Каину. Почему ты огорчился, а? Отчего поникло лицо твое? Че ты кислишь? Че кислишь, а? Ну, че ты кислишь? Че ты? Многим хочется сказать. Че ты кислишь, а? Отчего твое рожек перекошенное? Почему тебе вот вниз идет? Сделай верх вот так. Смотрите. Отчего поникло? И дальше Бог делает заявление. Если делаешь доброе, то почему не поднимаешь лица? Если делаешь доброе, если делаешь доброе, не поднимаешь лица. А если не делаешь доброе, если не делаешь добро, у дверей грех лежит тогда. Знаете, вот многие из вас грешат по одной причине, от безделья. Вам просто, вы не делаете доброго, и грех у двери лежит. Не просто лежит, он, ты не делаешь доброе, он лежит, и у дверей лежит так. Я грех, я лежу, иди ко мне, говорит грех. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Каин не послушал Бога. Бог его предупреждал. Он сказал, Каин, у тебя может быть сейчас серьезная проблема, очень серьезная проблема в жизни, очень серьезная. Каин, может все случиться, катастрофа в твоей жизни, беда в твоей жизни может случиться. Очень просто, беда может случиться. Ты делай добро, позволь добру господство твоей жизни. Говоря о добре, многие не оценивают силу. Протестанты, конечно, мы правильные протестанты, и мы как бы все правильно, и мы как бы аллилуйя, мы хотим, чтобы все было правильно, и мы такие провозглашаем, утверждаем, мы такие все, такие себя правильные. Хорошо, хорошо, хорошо. Ты все правильный, ты правильный протестант, ты правильный человек, ты спасен не от дел, а по вере. Вы знаете, вот у католиков и у остальных, у них акцент на дела добрые. И я иногда смотрю на протестантов, и они такие часто бывают суровые, такие конкретные, такие, такие, вот я как-то встречал католических монашек, они вот такие раз отрешенные от мира, они там благодетелями занимаются, а мы право сглашаем, утверждаем, тогда мы забыли одну из таинств, добродетели. Быть добродетельным, это потрясающая сила, это потрясающая вещь, которая может случиться в нашей жизни. Быть добродетельным, о да, о да, как это сильно, это как мощно, быть добродетельным. Мы будем рассуждать на эту тему в последующие дни, а во вторник будем продолжать дальше эту тему. Так, у меня что-то исчезло, спасибо, я вернулся. Мы будем продолжать эту тему и дальше, и у нас будет разговор о добродетели, мы будем с вами говорить больше, больше, больше об этих вещах. Вообще очень важно знать, мы созданы Господом на добрые дела, которые Он предназначил нас исполнять. Мы созданы, чтобы творить добро, мы созданы, чтобы созидать добро, мы созданы, чтобы быть милосердными. Это внутри нашего, нашей модели устройства. Мы хотим, и мы должны быть. Мы будем говорить про это больше. Давайте начнем, положим так. Если вы делаете добро, тогда грех будет отходить. Очень серьезно. Если вы не делаете доброго, то грех, так Господь сказал. Бог первый урок обучал Каина, как побеждать грех. Посмотрите. Он обучал Каина, как побеждать грех. Адам, он показал, что нужно принести жертву и сделал одежды из шкур животных. Каину, Бог показал, как побеждать зло. Зло побеждается чем? Чем побеждать зло? Более сильным злом или зло побеждается добром? Аминь. Зло побеждается добром. Грех у двери лежит, если не делаешь доброго. Грех влечет тебя. Он лежит, влечет тебя. Он разговаривает с тобой. Он общается, он обращается к тебе. Начни заниматься добром и многие вещи, которые ты делаешь неугодные со твоим характером, с твоими эмоциями, они отвалятся от тебя. Они просто уйдут из твоей жизни. Они просто выпадут и ты перестанешь творить зло. А начнешь делать добро. Вот так вот получается. Дорогие мои, это очень важная тема. Очень важная тема. Я как бы вас всех вдохновляю, ободряю. Посмотрите, что он добрый дел. Бог отделит людей, которые делают добрые дела и не делают добрые дела. Если ты во Христе, это хорошо. Ты по вере спасен, это правильно. Но никто тебя по вере не избавил от предназначения. Твое предназначение делать добрые дела. Твое предназначение спешить делать добро. Во имя Иисуса Христа я благословляю каждого из вас и я говорю благословение над тобою. Господь да направит тебя, да поддержит тебя, да вразумит тебя Господь, да укрепит тебя Господь, да откроет окна небесные, да изольет от Духа своего на вас. Я вдохновляю, ободряю, я говорю благословение во имя Иисуса Христа. Господь да пребудет с вами. Аминь, аминь, аминь. Во имя Отца и Святого Духа. Аминь. Мой эфир подходит к концу. Я сейчас посмотрю, кто там, что мне, пишет так. Юлия Левашова, Абакан, о да пишет. Яна пишет, спасибо за ободрение. Ирина из Москвы, да Максим. Спасибо пастору Ольге из Караганды. Слава, побеждай зло добром. Аминь. Виктория говорит, аминь, не знаю откуда Виктория. Наталья из США, с Мизури. Добром говорит, побеждай зло. Аминь. Слава Господу. Инесса из Москвы. Татьяна Стомина. Аминь. Ну, все мои друзья, братья и сестры. Слава Господу. Пусть Бог благословит вас. Наш эфир подходит к концу. Георгия из Нальчика. Слава Богу. И благодарность Максиму за богодухновенную проповедь. Аминь. Ну, что ж, пусть Бог благословит вас. Встретимся через... Он из Лондона мне пишет. God bless you. Спасибо. Вас тоже Бог благословит. Дорогие, у нас подходит эфир к концу. Я еще раз хочу сказать большое спасибо всем друзьям, партнерам, всем тем, кто поддерживает меня в приобретении камеры. Нам осталось собрать еще немного, по-моему, около 1000 долларов. Немножко мы уже пошли, пошли, прошли большую часть пути. Пусть Бог благословит вас. Очень благодарен каждому, каждому человеку за участие. И благодарен вам, если вы имеете откровение и поддерживаете нас десятинами приношениями, ваше участие десятинами приношениями помогает нам сделать большие дела. Поэтому примите активное участие и поддержите нас десятинами и приношениями. Вы можете это делать через любой удобный метод на сайте cnl.tv Поддерживайте, участвуйте. Наш эфир подходит к концу. Я прощаюсь. Я благодарен вам, дорогие партнеры и служители, которые вместе со мной. Встретимся с вами каждый день, кроме субботы и понедельника. Мы встречаемся вместе каждый день, кроме субботы и понедельника, в это же время, на этом же месте. Жду вас в прямом эфире. Ну что ж, благословений вам. Всем, всем благословений и любви. Держитесь за Господа. И знайте, что не делами мы спасаемся, а по вере, но добрые дела помогают нам получить великую награду. Хранит вас Господь. С вами был Максим Максимов. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...